Турнир будет бомбический. Да что ты вообще несешь? А давай его ствол поломаем. Тут и пригодится, турнир. Короче, будем по очереди лупить его по яйцам. Победа тому, кто до приезда легавых выжмет из него самый громкий виск. Хм, а это неплохая идея, подумал Дэн Слот. Хочу подобную сцену во втором номере Супериор Паука. Так что наслаждайтесь. Отто насиловали по-разному, но это уже за гранью разумного. Джей Круз, ай да, расскажи нам, как к этому все пришло. Супериодальный Человек-паук, выпуск 2. Ну что же, продолжаем возвращать Супериора? Барконни спешит на Тайм-сквер, чтобы сообщить Питеру, кто его новый враг. В это время до Паркера доходит, что план просто снять костюм и смотаться подальше не очень-то работает, так как Лопес начинает крушить все вокруг, чтобы выманить Паука. Правда, наш герой позабыл еще и в своем Бойе, на которого перевела свое внимание Лопес. Пацан пытался оправдаться, что он не какой-то лох, чтобы работать с Человеком-пауком, а на самом деле он сайт Кик Спайдер Вумен, но Лопес ему не верит. Паркер понимает, что его план пошел по одному месту, и он прыгает сзади, по сути, на живое солнце? Чего он, блин, пытался этим добиться? От излишнего загара Питер спасает Отто Октавиус, закидывая Паука щупальцами в какое-то помещение. Здесь же начинается старая бодяга, где Отто начинает заливать про то, что теперь он все помнит. Паркер же просит его отпустить, чтобы он мог помочь своему Бойе. Отто же отвечает, что если бы он был на месте Паркера, то уже сделал бы превосходное решение, чтобы приструнить пацана. Питер пользуется моментом и бросает в Отто часть вентиляции. Окт отвечает, что Паук без своих гаджетов бессилен. Параллельно нам показывают, что Лопес уже практически поджарила Бейли, что вызывает у нее тайвогу, ведь ее гнева достоин только один. Паркер же в попытках нацепить веб-шутеры проигрывает Отто. Октавиус уже произносит свое коронное «Жеребий брошен», как раздается голос из-за спины. Октавиус отвлекается на Марконе, и Паркер, пользуясь моментом, бьет Отто по шарам. Еще одна супергеройская стратегия, так и запишем. Анна собирается рассказать Питеру о том, кто его новый враг, но Паучок в принципе обо всем сам догадался, правда без особых подробностей. На выходе их встречает злодейка, которая узнает своих старых знакомых, которые работали на Паука. Здесь же Питер решает, что самое время начать бычить на живое солнце, требуя ответа, где б**бай. Остудить траханье Питера пытается Марконе, которая хватает его за запястье, чтобы прикрыть веб-шутер, которым размахивал главный герой. Маскировка прошла относительно успешно, но Паркер продолжает морально разлагаться и махать руками, за что получает удар. Лопес берет Марконе в заложники и говорит, что у него 24 часа, чтобы провести Человека-паука на старую базу АИМ. Лопес улетает, а Паркер под завалом замечает своего сайдкика и относит его в больницу. Врачи говорят, что с пацаном будет все в порядке. Из-за его ускоренного метаболизма и хорошего стула он пойдет в норму где-то через два дня. Но есть проблема, что они не могут понять, кто он. Паспорта при нем нет. Врач спрашивает, может Питер знает о том, кто это. Наш герой пытается увиливать, как отец, который старается уйти за сигаретами на 10 лет. А с чего бы мне знать? В ответ доктор говорит, что пациент звал его, так что это неспроста. Бейли извиняется перед Питером, ведь они договаривались, что злодеи это не его лига и что он должен был убегать. Питер же говорит, что видел в паутине судьбы другую версию себя без сил, который просто пытался поступать правильно. И придя однажды в себя, ровно так же в больнице, дядя Бен сказал ему, что он герой. Питер же повторяет то же самое для Бейли. На выходе из больницы у Питера срабатывает паучье чутье. Появляется Ото. Он говорит, что его любимое в опасности, так что время для Паркера переодеваться. И кидает ему костюм супер-паука. Продолжение следует. То ли это какая-то подколка в сторону Бэтмена, либо я перестал понимать троллинг слота, где даже злодеи говорят Паркеру, что тип, ты больной в такое детей втягивать. Питер как обычно ведет себя неадекватно, а супер пока лишь в названии. Посмотрим, что покажет третий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин